Даша, мы действительно очень ждали этой встречи, действительно небольшая тайна, потому что прямо сейчас в утренней студии в Тбилиси к нам в гости пришел самый молодой, не знаю, самый молодой или уж точно самый обаятельный министр Грузии. Знакомьтесь, Вера Кабалия, министр экономики и стабильного устойчивого развития. Впрочем, Вера отмечает свой день рождения 24 августа, в день независимости Украины, поэтому сегодняшняя встреча наша не случайна. Вера, ну понятно, у нас есть несколько вопросов. Первый вопрос следующий. Мы побывали во многих курортах уже Грузии, мы были в Батуми, были в Сванетии, были в Анакли, вместе. А вот как развиваются климатические и бальнеологические курорты? Это Баржо, Мицхалтуба, Бахмаро, Саир. Вы знаете, я вам скажу, что Грузия, Грузия это 9 климатических зон, поэтому мы можем разговаривать про разные туристические центры Грузии на протяжении следующего часа. И все они очень-очень интересные. Все начинают, вот сказали, что вы были на побрежье Черного Моя, в горах, в Анакли, в горах. У нас есть очень много еще таких оздоровительных центров, Цхалтубу. Вы знаете, что Цхалтубу это было место, куда поезд во время Советского Союза, это была последняя остановка. И туда все съезжались, как бы вот так вот, омолаживаться, скажем так. Много других разных центров, но я считаю, что самое интересное насчет Грузии, конечно, ну, 9 климатических зон, столько много интересного посмотреть, но это все-таки же, наверное, люди, которые тут живут. И то ощущение, которое тебе передается после общения, у меня так получается как-то некрасиво, потому что я про Саирно очень говорю. Нет, мы можем это ощущение ощутить на селе, потому что то ощущение, которое передается нам на протяжении всей этой недели. Тем не менее, есть какой-то курорт, любимый именно вами, который вы лично можете посоветовать? Ну, знаете, я родилась на побрежье Черного Моя, и поэтому у меня все-таки особенная любовь к этому запаху моря и к этому летнему сезону, который очень долго длится еще в протяжении, значит, осени. И поэтому все-таки я очень люблю Батуми, который на сегодняшний день, как бы такой новый Батуми, который у нас есть. Батуми очень красиво, да, мы о нем рассказывали, потрясающе. И я думаю, что Анаклия, в которой вы тоже были, это что-то вот такое вот абсолютно новое, новый проект для Грузии. И очень интересный проект, так же как для туристов, но и для инвесторов. Вера, сколько украинцев побывало уже? Вот давайте в этом году уже приехало сколько? Вы знаете, в этом году у нас было 40 тысяч первые 6 месяцев года. Из Украины? Из Украины, да. И у нас каждый день полеты, значит, прямые рейсы с Киева над Пилиси, и так же в Батуми, на побережье Черного Моя. Вы можете приехать из Харькова, из Непропетровска, так же из Киева. Так что добраться до Грузии очень-очень легко. 40 тысяч два. Мы заговорили об Анаклии, о новом инвестиционном проекте, о новой туристической зоне. Вот насколько украинские инвесторы активно принимают участие в инвестициях и инвестируют в новую Грузию? В последнее время довольно-таки активно, потому что мы создали туристические зоны на побережье Черного моря. И мы их создали из-за одной вещи, скажем так. У нас количество туристов очень сильно увеличивается за последнее время. В 2010 году на 40% увеличилось. В этом году мы ожидаем 3 миллиона туристов. Это означает то, что количество гостиниц должно тоже увеличиваться в том же темпе. Поэтому мы создали эти туристические зоны, где любой инвестор, который согласится, заинтересуется построить гостиницу, ему бесплатно будет выдан участок земли, он будет освобожден от налогов на протяжении следующих 15 лет. И также в одном из курортов будет выдана лицензия на казино на протяжении 10 лет. Так что такой идеальный пакет, все бесплатно, только при участии строительства. В общем, что инвестируют в инвестициях. Ну что ж, мы в принципе побывали практически во всей Грузии. И вот Вера рассказала о курортах, и можно сказать, что уже все украинцы полюбили Грузию. Точно выкупают все путевки для того, чтобы тут же отправиться сюда отдыхать с семьей, самостоятельно, в экстремальные виды. В общем, любые виды отдыха. Вы знаете, приглашаем вас в Украину. Приглашаем вас. И поскольку у нас сейчас последнее включение, обращаясь к Киеву, можем сказать, что, вы знаете, побывав здесь в Грузии и проведя неделю в Грузии в Украине, возникает ощущение, что, вы знаете, недели для такой гостеприимной страны мало. Не пора ли провести месяц Грузии в Украине или, обращаясь ко всем украинцам, пора приехать в Грузию и провести здесь достаточное количество времени.